ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Юрий у нас на связи. Добрый вечер, по-вашему, Юрий. Добрый вечер, дорогие мои друзья. Точнее, по-вашему, добрый день. Здравствуйте, мои дорогие Чикакцы. Я приветствую вас. Но прежде чем я представлю нашего гостя, позвольте некоторую историческую справку. 23 февраля 1944 года сталинско-бериевские каратели провели на Северном Кавказе операцию Чичевица. Это была массовая депортация чеченцев и ингушей. Ну, о том, какие зверства творили в то время сталинские палачи, уже много сказано. Но беда вся в том, что сегодня, похоже, история повторяется. И в отношении ингушского народа сегодня Кремль творит практически точно такой же беспредел, начиная, например, с осени прошлого года в республике Ингушетия не утекает страсти. Жители требуют прямых выборов главы республики и отмены передачи исконно-ингушских земель с соседним субъектом федерации. Я при этом напомню, друзья, что для войнахов земля, то есть места, где похоронены их предки, где стоят их родовые башни, это священное понятие. И вот с этими вопросами нам поможет сегодня разобраться наш гость, замечательный человек, это ингушский правозащитник, член движения «За права человека» Руслан Албаков-Мершки. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, уважаемые чикагцы. В вашем лице я приветствую всех граждан Америки. Мир вашему дому. Руслан, я не случайно упомянул эту трагическую страницу в истории народов Северного Кавказа, я имею в виду операцию «Чечевица». Несколько дней назад, в частности, стало известно, что жену и дочь бывшего главы МВД республики Ингушетия Ахмеда Погорова арестовали и увезли в неизвестном направлении. А сына Ахмеда Погорова Абубакар в настоящее время он занят банальными розысками матери и сестры. У меня вопрос, что это такое? Это возврат практики захвата заложников, которые в свое время практиковали сталинские убийцы? Да, я прокомментирую этот вопрос. Кстати, позавчера я ездил к отцу Ахмеда Погорова в Карабулак, беседовал с ним. Жену и дочь отпустили после определенного собеседования. У всех членов семьи Ахмеда Погорова изъяли оргтехнику и сотовые телефоны. Отец у него просто кремень, повидавший виды человека, депортацию 44-го года и геноцид, который происходил в 92-м году в пригородном районе. Они уроженцы села Очермен, вот мои односельчане. Но от него просто исходит энергия мужественного, сильного человека, старик-тремень, что называется. А эта практика, практика коллективной ответственности применялась на Кавказе еще с царских времен в отношении непримиримых горцев. А в 37-м году коллективно ответственных членов семей, так называемых врагов народа, активно применялась сталинским режимом. И также в наше время, во время чеченских войн, а затем и с начала 2000-х годов в Ингушетии, эта пагубная и противозаконная практика применялась и применяется, и наверняка будет применяться. Сегодня, к сожалению, идет такая негласная кампания реабилитации культа Сталина. В различных регионах России ему устанавливают памятники, его именем называют улицы. В общем, вплоть до того, что политтехнологи Кремля, не утруждая себя в креативности, применяют методы притеснения интересов ингушей по пропитанным нафталином лекалам сталинизма. Точно так же в 1933 году, в 1934 году была создана автономная ингушетия государственная. И в 1933 году ингушей лишили столицы города Владикавказ, а в 1934 присоединили к Чечне и фактически лишили ингушей своей государственности и республики. К вопросу о операции Чечевица я 30 с лишним лет назад написал стихи. Мне кажется, вот там я смог отразить отношения Сталина, Берии к ингушанам. С вашего разрешения я прочитаю эти стихи. Конечно. Февраль 44-го. Вчерашний день уходит прочь. Дилемма прожитого. Ночь. Беда, но некому помочь. Дилемма прожитого. Ночь. Жестокой поступью войны. Есть приговор, но нет вины. Есть приговор, но нет вины. Ползет этапом эшелон. Быть может, это страшный сон. Но гложет души в юге стон. Быть может, это страшный сон. У матери нет молока. В глазах детей упрек векам. Мороз и голод. Не достанешь кипятка. В глазах детей упрек векам. На переездах подпрыг. Два шага в сторону. Расстрел. Но каждый верил и терпел. Два шага в сторону. Расстрел. И вдоль заснеженных путей. Могилки старых и детей. Посев затерянных смертей. Могилки старых и детей. Слепая история. Как бред. Во времени чернеет след. Кого винить? Кто даст ответ? Во времени чернеет след. Во времени чернеет след. Во времени чернеет след. Спасибо. Да. Это действительно. Ваши стихи. Они передали дух того времени. Дух этой страшной эпопеи ингушского народа. Но у меня сейчас к вам, Руслан, вопрос другой. Вот несколько дней назад. На телеканале Россия 24. А я напомню нашим зрителям. Что это официальный российский государственный канал. На котором ведущий даже не чихнет без указания сверху. Так вот, там есть такая программа «Дежурная часть». И был выпущен странный 22-минутный картаж под названием. Цитирую. «Как ОПГ в Ингушетии взяли под контроль весь регион». В частности, я, вот не скрою, я пересилил тошноту. И 22 минуты моей жизни, Руслан, оцените мой подвиг, я посвятил просмотру вот этого вот бреда сумасшедшего. Честно говоря, вот там, в частности, говорилось о том, что старейшина Малса Кужахов. Он такой нехороший человек. Ну, как в фильме «Джентльмен удачи» редиска. Вообще ужас, кошмар какой-то. Но после всего этого мне достаточно было 15 минут общения с моим товарищем, я имею в виду Гугла, и найти, что вот творили в этом репортаже. Но это не выдерживает никакой критики. Это безумная бредятина. И, соответственно, вот этот репортаж на «России-24», он попадает под современный, кстати, напомню, закон о фейковой информации. Руслан, что-то такое, что-то было. Я глубоко разделяю ваши эмоции, потому что это эмоции практически у любого здравомыслящего человека и знающего наш регион Ингушетта. Вообще ситуацию не только в Ингушете, но и на Капказе. Ну, безусловно, ингушини-мафиози никогда ими не были. А этот сюжет федерального канала – это проплаченный из местного бюджета Юхуровым действительно фейк для дискредитации протестного движения Ингушетии. Ах, его состряпали необыкак, лишь бы докабы. Ну, я просто не ожидал, что федеральные СМИ «Россия-24» так низко падет, что не только в моем лице, в лице ингушского народа, в лице, наверное, всего мирового сообщества так низко пасть. Это такой низкий уровень, сшитый белыми нитками. Настолько все примитивно, что даже говорить об этом не очень хочется. А если говорить о том, кто действительно организованная преступная группировка здесь, на Кавказе, то тут, что называется, к бабке не ходи. Здесь у нас уже 11 лет Юнусбек Евхуров как назначен руководителем нашего региона. И за все это время, если действительно были какие-то факты, организации каких-то группировок или еще чего-то, то, я думаю, до его сведения за 11 лет должно было все это дойти. Естественно, он должен был какие-то меры применять. Раз не принял меры, значит, он соучастник этих преступных группировок. А на самом деле ситуация такая, что организованная преступная группировка Ингушетия, это сам Евхуров, его близкие родственники, кабинет министров и оборотневпогонов. И об этом знают каждый второй. Вот выйдя на улицу, спроси, ответит любой из ингушей. Да и не только наши соседи тоже об этом прекрасно знают. Я, допустим, приведу такой факт. Один из примеров, недавно претензий Следственного комитета России в отношении министра строительства Ингушетии Буружева. Он свояк Евхурова. Так вот, он обворовал в Джирасском районе, это горная Ингушетия, на строительстве школы 54 миллиона рублей. Они растворились. Ну как? Как это называется? В прошлом году в городе Нальчике прошел громкий судебный процесс в отношении сотрудников ингушского так называемого гестапо. Его так в народе называют. Это центр противодействия экстремизму. Во главе с его руководителем Тимуром Хомпоевым и его сотрудниками. Их всех осудили на различные сроки заключения. Вот это реальное ОПГ, о котором российские федеральные СМИ, к сожалению, не говорят и не освещают. А хотят очернить протестное движение Ингушетии, которое с 18-го года, с июня 18-го года, первый митинг был в Магасе, когда требовали дать народу право избирать себе главу. Потом в конце сентября вот этот всплеск народного протеста, когда было принято это законное антиконституционное соглашение. И обороты набирают. Потом проводились ряд значительных для нашего народа мероприятий. Это съезд тейпов ингушского народа. Это представители всех фамилий съехались и приняли там свою резолюцию. Ну, прежде всего, в резолюции был пункт это неприятие этого соглашения, неприятие этого соглашения между Ефуровым и Кадыровым. Дать возможность избирать народу себе главу. Ну, и, естественно, отставку нынешнего назначенного главы, который, в принципе, не имеет никакого авторитета в республике. И его политическое банкротство только усиливается ежедневно. И вот уже он, потеряв, что называется, ориентацию, уже проплачивает. Федеральные СМИ, там, все, что угодно он будет делать, чтобы хоть как-то очернить протестное движение ингушетии. Но, я думаю, ничего у него не получится, потому что все, что происходило, и митинги, и съезд, и Конгресс, Всемирный Конгресс Ингушского народа, и сходы во всех, у нас 44 населенных пунктах, 32 населенных пунктах прошли сходы местного населения. И у всех одни и те же требования, которые я сейчас огласил. И как тут можно народ называть ОПГ? Это получается, что весь ингушский народ ОПГ, а наше руководство, они, я извиняюсь, святые. Ну, такая ситуация. Понятно. Теперь у меня вопрос немножко такой странный, только не удивляйтесь. Дело в том, что в последней неделе на столбах в Назрании, в Магасе, столице республики Ингушетии, появились очень странные листовки с призывом, друзья, только не падайте, к руководству Грузии, друзья, я просил не падать, принять в свой состав Ингушетию. Ну, Руслан, понимаете, я профессионал, я работаю с текстами, и мне вот достаточно было просто бегло прочитать вот это Дадзебао, для того, чтобы сделать вывод. Это писал, во-первых, человек, который вообще не владеет ситуацией в республике, а во-вторых, это писал, во-первых, человек, для которого родной язык не войнахский, а родной язык русский. Объясните, ради всего святого, что это за бредятина? Что это за бредятина? Ну, я скажу по-простому. То, что это бред сивой кобылы и коню, понятно. Во-первых, не надо быть лингвистом, чтобы, прочитав этот текст, понять, что он настолько, на таком высоком уровне, профессиональном высоком уровне стилистики и так далее. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть в историю, недавняя история Чечни, когда она объявила независимость, и что стало с Чечнёй? Ну, надо быть самоубийцем, чтобы сделать подобное заявление, чтобы как-то отделиться от России, это надо просто быть самоубийцем. Но есть ещё один очень важный аспект. Во-первых, у ингушей издревле существует неписанный кодекс чести. Мы его называем Галгай-Эсдел, который прививается детям с молоком матери. Слово, данное истинным ингушом, непоколебимо. Ингуш пожертвует своей жизнью, но останется верен своему слову. Для нас это священно. 250 лет назад ингуши дали слово российскому государству о своей верности и приняли подданство России. За четверть тысячелетия ингуши участвовали во всех войнах России и были в авангарде русской армии. Это достоверные факты. Нет ни одного случая, чтобы ингуш был предателем. Это тоже достоверный факт. Однако Россия на протяжении совместной истории наносила неимоверный урон ингушскому народу. Репрессии и геноцид не прекращались и не прекращаются до сих пор. Наши предки и современные старейшины, они очень мудрые люди. Все это время они оберегают молодежь от каких-то радикальных форм борьбы за справедливость и призывают к терпению. За нашу многотысячелетнюю историю военахского общества, которое сегодня называют себя ингушами, у нас ряд нахских обществ, которые объединились и сегодня называют себя ингушами, претерпели немало испытаний и коллизий. Но именно благодаря мудрости наших стариков и кодексу чести мы сохранились как отнесли. Вот все, что я могу ответить. Кстати, вот пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Мистер Трамп, на предстоящих переговорах с Путиным, с президентом Российской Федерации мистером Путиным, вот я прошу вас поднять вопрос об ингушских политзаключенных. Я напомню, что в 1974 году Конгресс Соединенных Штатов, он принял поправку Джексона Венника в связи с тем, что в Советском Союзе нарушались права человека. И вот то, что сейчас сказал правозащитник Руслан Арбаков-Мершки, это подтверждает, что сейчас на территории Российской Федерации, в частности в Республике Ингушетия, грубейшим образом нарушаются права человека. И вот я сейчас именно поэтому обращаюсь к мистеру Трампу с просьбой, обратите внимание на вопиющее нарушение именно прав человека в Республике Ингушетия. Но, друзья, Руслан, давайте мы сейчас с вами прервемся на короткую рекламу, после которой мы продолжим беседу с уважаемым Русланом Арбаковым-Мершки. И я напоминаю, что в этом сегменте программы вы сможете задать вопросы нашему уважаемому гостю. Итак, до сегодняшнего рекламная пауза. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Юрия Гимильфарова «Свободное мнение». В этом сегменте, как Юрий вам уже сообщил, мы будем принимать звонки. Пожалуйста, набирайте номер телефона в студии 847-400-5200. Пожалуйста, огромная просьба, так как времени не очень много, постарайтесь сделать так, чтобы ваши вопросы были как можно лаконичнее, ну а ваши мысли были как можно кратче и четче. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем. Юрий, будьте, пожалуйста. Руслан, теперь у меня к вам следующий вопрос. Как известно, Министерство юстиции России приостановило полномочия Совета Тейпов ингушского народа. Но я, конечно, не бог весь какой знаток Адатов, но, насколько я знаю, что у Вайнахов слово старшего закона. Вопрос. Как насилие Ингушетии в основной массе отнеслось к этому? Ну, во-первых, как они могут приостановить коренные, генетические и бытовые, ну просто формы, обычные формы, для нас обыденные формы. Это все равно, что запретить нашим старикам носить папаху. Ну как Минюст может запретить ингушским старикам носить папаху старейшему? Ну как, это же абсурд полный. Ну, пахиняя какая-то. Даже серьезно к этому относиться не стоит. Просто их, у них были, возможно, они юридически зарегистрированы. Кстати, я у них когда-то был делопроизводителем, вот это в семнадцатом, шестнадцатом году, и они очень тяжело прошли этот этап регистрации в Минюсте. Я уже не застал, возможно, они уже зарегистрировались. Но то, что их там приостановили, их деятельность, формальную деятельность по бумагам, это не значит ничего. Они как были в папахах, так и остались. Как были старейшенами, так и остались. Это абсурд полный. Понятно. Тогда вопрос по поводу территории Ингушетии, переданных, скажем так, осторожно, другим субъектам федерации. Ну, мы знаем, что для войнахов земля, родовые башни на этой земле – это святое. Так вот, объясните же, наконец, каким образом глава Ингушетии, Юнусбек Боматгиревич Евкуров, он принял такое решение, после которого все население, ну уж простите меня за такое выражение, оно встало на уши. На основании чего? И для чего? Юрий, я вам отвечу. Для нас до сих пор это большая загадка, потому что он этого решения не принимал, ни он, ни Кадыров. Это все решалось в Кремле. А, наверное, для того, чтобы то, что в начале нашей беседы я говорил, что современные политтехнологи реанимируют сталинские методы, которые пропитаны уже нафталином, и сегодня практически неприменимы в условиях современных технологий и так далее. Они, возможно, попытались заложить вот эту мину замедленного действия между ингушами и чеченцами, но потерпели фиаско, потому что все их поползновения на то, чтобы с ингушей и с чеченцами стравить, не имеет никакого смысла. Мы были братьями и будем всегда братьями, единокровными. У меня моего отца, младшая сестра, замужем за чеченца. У него два достойных сына, Сулейман и Руслан, моя тезка. Они бизнесмены, порядочные люди. Для них нет границ. Мой дом, их дом, их дом, мой дом. И точно так же у нас нет границ. Это все ерунда, которую хотят посеять, вот этот раздор между нами. Ничего у них не получится. То же самое и с осетинами. Проблем нет. Есть закон о реабилитации репрессированных народов. И мне кажется, уже очень скоро, в ближайшее время, Россия будет жить по Конституции, по законам Российской Федерации. И вопрос с осетинами сам с собой решится. Без надрыва. Голоса там, без криков, без ахов, без охов. Есть закон. Надо выполнять. Осетины, они законопослушные граждане. Ингуши тоже законопослушные граждане. Будут какие-то приниматься постепенные, поэтапные решения. У нас разногласий между народом ингушским и осетинским народом. Разногласий никаких нет. А то, что посеяны вот эти вот мины заместленного действия, это для того, чтобы, ну, всем известная притча разделять и властвовать. Но горцы, они, ну, как сказать, не подкупные на эти дешевые методы. Мы веками, тысячелетиями живем по-соседству, у нас взаимосвязаны с дагестанцами, с кабардинцами, с осетинами, с чеченцами, ну, со всеми. Между собой мы взаимосвязаны и кровно, и родственно, и по-соседски. И горцы всегда разберутся спокойно, без шума, без всякой суеты, со всеми вопросами. Да и в сущности и разбираются, хотя бы пытаются власть посеять между нами какой-то разгон. Это ерунда все. Ну, приняли они это соглашение. Смысла, конечно, в нем никакого не было. Возможно, в Кремле посчитали, что это будет возможность как-то задеть, как-то пробудить радикальные какие-то побуждения у ингурской молодежи. Не пройдет этот номер. Слава Богу, слава Всевышнему, наши старики умеют сдерживать молодежь, умеют ее направить. И вот, кстати, вот эта провокация, которая была организована 27 марта на митинге, просто растерялись уже, они не знают уже, что делать, ну, как же, как же вот зацепить, ну, как. И спровоцировали вот этот конфликт. Ну, там старики сидят, а эти пошли. Эти сначала пытались участники митинга объяснить этим. Сейчас мы скоро разойдемся, подождите, дайте сделать намазом, и все, и мы разойдемся. Нет, специально спровоцировали этот конфликт. Ну, кто спровоцировал, вы знаете, тот, кто в этом больше всего заинтересован, под которым уже давно расшаталось это кресло, вот, но он не уйдет с этой должности до тех пор, пока не сделает еще какую-нибудь, я извиняюсь, пакость для ингушского народа. Вот, когда он ее уже сделает окончательно, тогда его куда-нибудь повыше поднимут вверхи, там, высшие шлоны власти. К сожалению, такая тенденция, что чем больше руководителей, что при советской власти, что при нынешней, чем больше руководитель угнетает и истребляет свой народ, тем больше у него почести и славы в высших эшелонах власти России. Такая тенденция. Руслан, а вот мы с вами вначале упомянули опального министра внутренних дел в Ингушете Ахмеда Погорова. Он, как известно, выдвинул против Юнусбека Евкурова очень серьезное обвинение в коррупции, в частности, то, что он украл по сути целый жилой район в Молгобеке. И вот в этой связи у меня к вам два вопроса. Ну, во-первых, вот на ваш взгляд, насколько обоснованы подобные обвинения, и во-вторых, если они обоснованы, то мог ли Евкуров творить подобные вещи без поддержки Кремля? не только этот живой комплекс, ряд объектов федерального значения, которые, ну, вот эти проекты, которые были миллиарды, десятки миллиардов рублей, были вложены за это время на различные объекты. И, естественно, все либо не доведены до конца, либо на стадии начального строительства, законсервированы. Но, естественно, львиная доля, она уходит тем, кто курирует эти проекты. И в курорт перепадает, естественно, но львиная доля уходит тем, кто курирует. А те, кто курирует, его в обиду не дадут. Ну, как же, золотая рыбка. Золотое дно. Так что, тут ответ сам по себе напрашивается. Ну, представьте, человек осветил в средствах массовой информации, ну, в сетях интернета, ролики сделал, доказательная база у него есть, документы. Я имею в виду Ахмеда Погорова и Бараха Чемурзиева. Они все осветили, все показали наглядно. Вот, пожалуйста, Следственный комитет займитесь. А Бараха Чемурзиева за это сажают в СИЗО, а Ахмеда Погорова федеральный розыск объявляет. Да им наоборот, надо поощрять таких людей нормальным государствам. А здесь вот такая вот практика, к сожалению. Вот ответ на все на этот вопрос. Теперь, Руслан, очень такой жесткий вопрос и достаточно неприятный. Но мы с вами оба знаем, что перед началом и первой Чеченской войны, и второй Чеченской войны в российской прессе чеченцы, да и вообще войнахи, они были представлены ну просто патологическими террористами. И не скрою, что тогда вот и 25 лет назад и 20 лет назад этот пропагандистский фокус Кремлю удался. И вот по мнению ряда обозревателей, ряда политологов, вот ингушскую карту Кремль сейчас держит как эдакий туз в рукаве. То есть типа если в России начнутся протесты, извините, то снова будут разыграны варианты взрывов домов там на Коширке, Гурьянова и так далее. Но виновными будут назначены уже ингуши. Вот с вашей точки зрения, как вы относитесь с одной стороны к таким прогнозам, а с другой стороны подобного рода события возможно? Безусловно. Я допускаю подобного рода события, что попытаются сделать из нас что называется дикарей, врагов российского народа там и так далее. И у них наработаны эти методы и способы. Но на наше счастье сейчас есть возможность освещать реальную ситуацию через интернет. вот я очень благодарен вам, вашему каналу за то, что вы так глубоко и детально освещаете события, то, что происходит в Ингушетии. Я внимательно слежу за вашим эфиром, то, что происходит в Екатеринбурге. Одно дело прочитать или увидеть какой-то ролик, а вы очень глубоко и детально расшифровываете эти проблемы. и есть еще ряд каналов, которые не молчат. Уже трудно будет российского обывателя одурачить, если, к примеру, 20 лет назад это более или менее было сделать легко. то сегодня я недавно смотрел радио Свобода, вот, и там кто-то из гостей сказал, сегодня уже такой баланс вот между средствами массовой информации и интернет уже уравнял вот этот баланс. Если раньше больше доверяли средствам массовой информации официальным, то теперь уже вот такой определился баланс уже на уровне, наравне, что называется. Люди уже больше доверяют интернету, чем средствам массовой информации. Важаемые господа, прошу прощения, если возможно, давайте примем звонок. У нас есть звонок. как раз давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вопрос. Я не знаю, как вы, но я вот недавно посмотрел наш умевший фильм «Чернобыль». Конечно, это кошмар. И вопрос, может ли такое случиться на сегодняшний день в России? Спасибо. Спасибо. Ну, наверное, я на этот вопрос отвечу. К сожалению, это очень возможно. и я объясню к чему. Дело в том, что на сегодняшний день в России наблюдается очень опасная тенденция. Это развал инфраструктуры. Я приведу пример только в мою родную Саратовскую область. Вот давайте мы просто посмотрим. Город Саратов. Три объекта. Институт Микроб, где в советские времена разрабатывалось бактериологическое оружие, которое находится на углу Кутяковой и Университетской. Сейчас там собраны штаммы опаснейших вирусов. Случись там, что пол Европы к Богу в рай отправится. На территории города Саратова находится нефтеперегонный завод на берегу реки Волги на возвышенности. Саратовцы называют его Крекинг. Если не дай Бог там что случится, треть Саратова просто превратится в горящий факел, а Нижняя Волга это будет объект экологической катастрофы. А в трех километрах от завода Крекинг находится такое милое заведение, как Саратский завод Оргсинтез. Это химкомбинат. Погуглите уважаемые друзья, что такое была Индия Бхапал. Я напомню, что в 1984 году в индийском городе Бхапал произошла катастрофа на химкомбинате. 18 тысяч человек в мгновение ока на небеса отправились. А это находится в трех километрах от Крекинга. При этом это еще не все. По территории Саратской области проходят два магистральных нефтепровода и один магистральный газопровод. При этом на территории Саратской области находится такой милый объект как Татищево дивизия РВСН. А в Энгельсе находится база стратегических бомбардировщиков, которые делали налет на Сирию. А это все ядерное оружие. И при этом барабанная дробь, Балаковская АЭС и Волжская ГЭС. Если на Волжской ГЭС что-то случается, все смоет. А вот теперь подумайте сами. Вот если будут такие катастрофы, одна катастрофа в Саратовской области будет мало того, что лунный пейзаж, пол Европы, пол Европы я не преувеличиваю, это будет тот же самый лунный пейзаж. Это очень серьезная ситуация и я боюсь, что люди просто это недооценивают. Я при этом не упомянул еще завод по переработке отходов первой и второй категории в поселке Горный Краснопартизанского района Саратовской области и завод по переработке газа Волгай это тоже Саратовская область. Друзья мои, это не шутки. Я говорю совершенно серьезно и мне очень странно, что мировое сообщество просто такую ситуацию недооценивает. Руслан, если хотите что-то добавить, пожалуйста. тут просто у меня жутко даже стало. Действительно, это все реально. Самое страшное, что это все реально. Это наше реалие. Руслан, но у меня вот к вам я еще что хочу сказать, вот особо подчеркнуть друзья, что я знаю ингуши. И мой близкий друг, полковник Александр Глушенко, человек, которого вы тоже прекрасно знаете, тоже знает этот народ. И вот уверяю вас, это удивительные люди, потрясающие гостеприимные, обладающие поистине фантастическим чувством собственного достоинства. И при этом уважением к достоинству другого. Так вот, друзья мои, вот как раз Руслан, он сейчас ответил на вопрос, что да, действительно, сейчас Кремль может попытаться разыграть карту и пытается уже сейчас разыграть карту, что ингуши это мафиози и это то, это сё, они такие-сякие, нехорошие, люди редиски. Так вот, я со всей ответственностью заявляю, ингуши не террористы. Да, это гордые, это трудолюбивые люди, которым, кстати говоря, усилиями нынешнего главы республики устроили, только не падайте, 80-ти процентную безработицу в республике. Это вы вдумайтесь, в полумиллионной республике 80-ти процентные безработицы. Но при этом это потрясающие мирные люди. И вот, если кто-нибудь вам что-нибудь скажет плохо про ингушей, вот я прошу вас, дорогие слушатели, не верьте этому. Я знаю этих людей и уверен, что в этот раз ложь Кремля просто-напросто не пройдет. Руслан, если хотите что-то добавить, пожалуйста. Ну, спасибо вам за теплые слова. Действительно, все так и есть. У нас, ну, как сказать, настолько, вот я скажу про себя, от Дальнего Востока до Пскова, от Колымы, Азии, Средней Азии, в любом, в любом городе, в любом регионе у меня друзья. Вот. Буряты, русские, мордва, ну, просто я даже не могу перечислить национальности. И я знаю, что, где бы я ни был, я всегда, у меня будет стол, дом, что называется, меня накормят, уложат, копейки не возьмут. И точно так же двери моего дома открыты для всех своих друзей. Вот. Это, это норма. Это норма для меня и для многих в Уше. Это норма. В процессе, вот даже с советских времен в Уше ездили на заработки, поскольку здесь работы не было, мужчины уезжали ранней весной на заработки, позднюю осень возвращались. И в разных регионах России. У них, помимо того, что друзья, которые приезжают, ну, всегда, даже вот, когда была чеченская компания, я помню, приезжали и побаивались. Но если они в доме ингуша, им бояться нечего. Ну, я что хочу сказать, мы очень ценим. Гость это святое. И не только в моем доме. Если человек идет ко мне и не может найти, где я живу, условно, в гостном, первый встречный ингуш его встретит, проводит, если надо, подвезет. Вот. И, в общем, это святое. И друг это святое. В общем, для нас, вот я говорил о кодексе чести, там очень много требований, которые воспитываются, с молоком матери, прививаются и воспитываются. Ну, вот все, что я могу сказать. Спасибо вам огромное, Руслан, за потрясающую беседу, спасибо за истинное удовольствие от общения с вами, за потрясающую информацию, которую вы сообщили. Анатолий, спасибо вам большое за помощь в беседе. Итак, друзья, вы слышали мнение ингушского правозащитника, члена движения за права человека Руслана Албакова-Мершки, о событиях в республике Ингушетия. Не скрою, это достаточно тревожная информация, но, как всегда, друзья, я напоминаю вам, выводы делать только вам. До встречи. Спасибо огромное, уважаемые Русланы Юрия, конечно же, интереснейшая беседа, интереснейшая передача. Надеюсь, что вам как-то в помощь придут люди, которые действительно заботятся, которых интересует судьба Ингушетии, и надеюсь, все будет в порядке и все поправится. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. И вам любят. От всего сердца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok